Что такое счастье? Счастье? Твоя истинная природа. Первое естественное выражение твоей истинной природы. Это то, что ты переживаешь, когда твое чувство идентичности, чувство отождествления с любой формой уничтожается. Это когда поиск, а именно неосознанная мысленная деятельность прекращается. И ты просто есть. Тогда ты чувствуешь себя счастливым. Только потому что ты существуешь, потому что ты есть. Любовь, счастье, радость являются самыми девственными, самыми первичными или оригинальными выражениями нас самих, нашей сути. И они были потеряны, только так кажется, что они были потеряны в отождествении себя с этой формой. Что такое? Что такое? Что такое? Еще одна идея? Еще одна мысль? Что такое, что Бог не существует? Это очень интересный вопрос. Это на самом деле не так, что Бога нет, что Он не существует. Ты можешь сказать, Я – это Бог. Но Я – это Бог. Но Бог, когда ты говоришь, Я – это Бог, оно подразумевает не только что Я – то, что все творит. Я – Бог, оно подразумевает все вместе. И творение, и осознавание творения, и творца. То есть невозможно так сказать, вот это Бог, а все остальное – это не Бог. И ты тоже не можешь сказать, Я – это, а вот то – не Я. Я – все. Я – это Бог. Ты – все и ничего. Ты – ничто и все одновременно. То, кем мы являемся в сути своей, то оно такое же, как пространство в этой комнате. И при этом пространство, оно совершенно не ограничено этими четырьмя стенами. Это не так, что пространство заключено в эти четыре стены. Наоборот, эти четыре стены существуют в пространстве. Точно так же, как это здание, как вот то облако, вот то дерево, то собака, кошка и так далее. То есть пространство – это и есть ты, то, в кем ты являешься по сути. Давайте называть это пространство существования. И самое немыслимое, о чем ты мог бы подумать, все, все, абсолютно все, оно содержится в этом пространстве. Все, что происходит, любая форма выражения, любая форма проявления, у этого нет никакого существования в каком-то параллельном мире, в параллельной Вселенной. Все происходит в одном и том же пространстве существования. А теперь представьте, что пространство, оно способно осознавать то, что содержится внутри него. Получается, есть пространство, осознавание, и то, что пространство осознает, то есть содержимое пространства. Мы можем назвать это так – видящий, видимое и процесс видения. Вот это и есть Троица. Даже Троица не существует. Это всего лишь указатель, и удивительно то, что вот этот указатель Троица, на самом деле он указывает на нечто, что является одним, целым. То, что я только что перечислил, видящий, видимое и процесс видения. Видимое – это пространство. Видимое – это объекты, которые содержатся в пространстве. А процесс видения – это осознавание или сознание – все это одно единое целое. Да.